Афганистан. Красивый горный дикий край. Приказ простой – вставай, иди и умирай. Эти слова из песни группы «Черные береты» острой болью отзываются в сердцах тех, кто не понаслышке знает, что такое афганская война. За 10 лет в ней погибло около 15 тысяч наших солдат. Панихида по ним прошла в Георгиевском Одинцовском соборе. И возживенное Отечество под ажми, рая пахи жителями осохворяя. Сейчас мы совершали заупокоенную службу о воинах, погибших в 20-21 веке, в локальных воинах. Молились вместе с родственниками о упокоении тех людей, которые во многом положили свою душу за ближних своих, отдали дань любви за нас, за мир сейчас в нашем Отечестве. И в Евангелии сказано, что нет больше любви, кто душу свою положит за ближних своих. После панихиды участники процессии возложили цветы у вечного огня. На кратком траурном митинге выступили советник главы города Михаил Солнцев и председатель Совета семей погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах, Рушалия Синева. О тех страшных днях вспоминал и бывший участник Афганской войны Ринат Шафиков. Я вспоминаю свои первые операции армейские, и первые засады, и ребят боевых. Мы все друг с другом переписываемся. Афганистан всегда в памяти. Афганистан всегда живет в нашей душе. Есть такая даже песня «Афганистан болит в моей душе». Он всегда останется как глубокий резец, как глубокий шрам у нас в душе у всех. В Афганистане из Одинцовского района погибло 27 солдат и 25 в других локальных конфликтах. Память о каждом из них сохранилась в Одинцовском краеведческом музее. Именно туда после возложения цветов направились участники процессии. С невероятной любовью в музей собрано все, что связано с историей афганской войны в целом и биографией каждого солдата в отдельности. У тех, кто не смог прийти на траурную панихиду, всегда есть возможность почтить память погибших в Афганистане, посетив музей и лично познакомившись с историей жизни тех, кто отдал свою жизнь, выполняя долг перед Родиной. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.